всем привет хорошего настроения здравствуйте дорогие единомышленники привет всем зрителям нашего канала с большой радостью представляю вашему вниманию очередную возрожденную к жизни радиолу знаковую радиолу ригонда ригонда моно как вы видите этот экземпляр первый вариаций исполнения то есть не ли не как ригон до 104 идет в более ранней версии с желтыми кнопочками напоминающими зубы улыбающегося мамонта и вот сейчас в таком старом варианте оформления с желтой как видите радио тканью двумя динамиками которые прекрасно сквозь нее проглядывают и юбилейный кстати вариант 50-летию велико октябрьской социалистической революции то есть 67 года выпуска вам потом подробнее лейбл покажу у нее на лицевой панели вот выше и левее ручки настройки на волну имеется вот этот указатель что это юбилейная рижская так сказать радиола была она принесена на ремонт конечно стане было жуткое ужасное пришлось поковыряться и в контурах там все было плохо в высокочастотной части лампы поменять некоторые отсутствовали как всегда чистка смазка и т.д. и т.п. и у меня как вы знаете в квартире очень плохой радио прием потому что первый этаж вокруг многоэтажное бетонное здание и даже у кого берется очень плохо в данной радиоле как вы прекрасно знаете fm диапазона нет есть только у кого шник вот ну и как вот мне даже удивило что в принципе ловит она на внутренний свой дипольт антенка там внутри несмотря на такие скажем так казусности она поймала несколько радиостанции науковая так что прием правда извините с хрипами и шумами кто-то радиоорфей регуляторы прям бронистские высокие частоты присутствуют в этой радиолы можем или немножко побаловаться на машину это когда не сильно влияет вот это радиоорфей в принципе в гейме в месте где более приличный радиоорфей где прием более приличный будет брать лучше радиоорфей передает классику И, конечно, очень неплохие классические композиции Ну а если мы покрутим у кого штука удачи то мы что-нибудь поймаем еще ловят льду 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 Помехи всюду от глупостей водных питания. Такую музыку изловить можно. Еще одна станция. Вот что-то еще. У меня все же с трудом треска. Ну и давайте попробуем что-нибудь на других волнах. Допустим, средние волны, широкая полоса. Что-то мне тоже удавалось поймать. Ну вот какая-то религиозная станция на средних волнах. И люди как бы скрываются от человеческих планов, от человеческих людей. Вот это надо знать. Выключаем магнитную антенну. Пока я не включу. Не очень нам помогает. Но даже есть что-то на средних волнах. Интересно, если полосу отключить. Так, это местный прием. Широкая полоса, узкая полоса. На длинных, сами понимаете, бесполезно что-ли было идти. Как бы там полоса не было. Только шумы, конденсаторы опостроечного. Ну, в любом случае, так сказать, радиовол живет и радует нас своим звуком. А так вообще давайте послушаем что-нибудь более музыкальное. Вот, кстати, лампа, которую пришлось поменять. Вот головка этой радиолы, пришедшая в негодность оставляющей это владельцу. Головку, конечно, пришлось поставить китайскую. Погрешить против аутентичности. Ну и предлагаю вам для, скажем так, родственности с эпохой этой радиолы послушать BESAME MUCHO на 78 оборотах. Итак, включаем звукосниматель. Ставим головку звукоснимателя над началом пластинки и... ... 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